Арганианский доклад, книга первая. Воген Чарт. На небольшой, но престижной площади имперского города расположилось здание строительной комиссии лорда Ванника. Это простое и скромное здание славилось некрасотой и архитектурными изысками, несразмерной протяженностью. Но все, кто спрашивал себя, что лорд Ванник нашел в этом безвкусном и некрасивом сооружении, держали эти вопросы при себе. В 398 году 3 эры старшим клерком в этой комиссии служил декумус Скотти. Всего несколько месяцев назад этот скромный человек средних лет добился того, что комиссия лорда Ванника получила выгодный контракт. Исключительное право на ремонт дорог Валлингуда, которые были разрушены во время пятилетней войны. Это сделало его всеобщим любимцем, его обожали и управляющие, и клерки. Теперь он проводил свои дни, более или менее правдиво рассказывая о своих приключениях. Правда, он умалчивал, чем они закончились, ведь многие служащие комиссии попробовали жареную антропу, подаренную Сильвинару. А им вряд ли будет приятно узнать, что они питались человечными. Скотти не имел особых амбиций, не отличался трудолюбием, и поэтому его устраивало то, что лорд Ванник не дает ему никакой работы. Всякий раз, когда лорд Ванник, толстенький, похожий на гнома-человечек, встречался с декумусом Скотти, в конторе, он говорил ему, ты гордость нашей комиссии, так держать. Поначалу Скотти волновало то, что он ничего не делает на работе, но время шло, и постепенно он успокоился и просто отвечал, спасибо, рад стараться. С другой стороны, ему нужно было думать о будущем. Скотти бы уже не молод, и хотя он получал приличные жалования за то, что ничего не делал, он понимал, что скоро ему придется уйти в отставку. Было бы неплохо, думал он, если бы лорд Ванник решил отблагодарить меня за миллионы, которые принес воленвудский контракт и сделал бы меня партнером, или, по крайней мере, выделил бы небольшую долю из этих денег. Декумус Скотти не умел просить о поощрениях такого рода, вот почему до своего ослепительного успеха с воленвудским контрактом он был всего лишь жалким клерком. Скотти как раз набирался храбрости, чтобы поговорить с лордом Ванником, как друг его сиятельства неожиданно сам привил к нему интерес. «Ты – гордость нашей комиссии», – сказал коротышка, и помолчал немного. «У тебя найдется свободная минутка в твоем плотном расписании». Скотти с готовностью кивнул и проследовал за лордом в его обставленный с имперским размахом кабинет, который, казалось, занимал целый гектар. «Твое появление в комиссии – это дар зенитара», – торжественно пропищал коротышка. «Знаешь ли, пока ты не появился здесь, мы переживали тяжелые времена. У нас были потрясающие проекты, но мы так и не смогли воплотить их в жизни». «Мы столько лет пытались улучшить дороги и другие пути сообщения в Чернотопе. Я получил этот проект моему сподвижнику – Лесосу Тиджо. Но с каждым годом торговля в странах все хуже и хуже, несмотря на затраченные силы и средства. А теперь у нас есть твой невероятно прибыльный валенвудский контракт, который существенно пополняет казну нашей комиссии. Думаю, ты заслуживаешь награды». Скотти улыбнулся, и его улыбка источала бесконечную преданность и покорность. «Я хочу, чтобы возглавил работу в Чернотопе». Скотти содрогнулся, словно человек, вернувшийся из чудесного сна в жуткую реальность. «Милорд, я... я не могу». «Чепуха», – весело защебетал лорд. «Не волнуйся насчет Тиджо. Он будет тратить и в отставку, и жить на те деньги, которые я ему дам. Особенно учитывая тот факт, что этот проект в Чернотопе невероятно, просто чудовищно сложен. Это дело как раз для тебя, мой дорогой Декумус». Скотти задвигал губами, пытаясь произнести слово «нет», но не смог выдавить и звука. «Лорд Ванек вытащил коробку с документами по Чернотопе». «Ты быстро читаешь», – приободрил его Ванек. «Прочтешь все это по дороге». «По дороге в Чернотопе, конечно», – хихикнул коротышкой. «Ты такой смешной малый. Где же еще ты узнаешь об этом проекте и о том, как его улучшить?» На следующее утро, даже не взглянув на пачку документов, Декумус Хотти отправился на юго-восток в Чернотопе. Для охраны своего лучшего сотрудника лорд Ванек нанял крепкого техохранителя, молчаливого Редгарда по имени Майлик. Они скакали на юг, по берегу реки Нибиен. Затем на юго-восток, вдоль реки Серебрянки и дальше вглубь Сиродила, где у рек не было названий, а растения не были похожи на те, что росли в садах Северной Имперской провинции. Лошади Скотти и Малека были связаны, чтобы Скотти мог читать. Но осмотра окрестностей времени не оставалось, но Скотти понимал, что он должен хотя бы поверхностно ознакомиться с тем, что комиссия делает в Чернотопе. В коробке лежала огромная пачка документов за 40 лет. Первые из них относились тем дням, когда богатый торговец лорд к селе Пиноса Ревина пожертвовал несколько миллионов на улучшение дорог между Гидионом и Сиродилом. В то время путешествие по ним занимало три недели, невероятно долгое время, и поэтому рис и корень, которыми торговал Пинос Ревина, пребывали в Имперскую провинцию уже частично подпорщенными. Пинос Ревина давно умер, но другие инвесторы, в том числе сам император Пелагиус IV, наключались в комиссии контракты о постройке дорог и мостов, осушении болот и борьбе с контрабандистами, то есть обо всем, что могло содействовать развитию торговли. Судя по последним отчетам, теперь дорога занимала два с половиной месяца, товары пребывали в пункт назначения совсем гнивыми. Котти заметил, что стоит ему оторваться от чтения, как ландшафт меняется, всегда значительно и всегда худшему. «Это черный лес, сэр», – заметил Майлик, отвечая на невысказанный вопрос Скотти. «Здесь было темно, вокруг росло много деревьев, и Декуму Скотти решил, что название выбрано верно». А вопрос, который он хотел задать и, в конце концов, задал, был другим, что это за ужасный запах. «Топ, сэр», – ответил Майлик, когда они миновали очередной поворот, за которым оказалась поляна. На ней стояло несколько зданий, построенных в тяжеловесном имперском стиле, который нравился лорду Баннику и всем императорам, начиная с Тайбера. Вонь здесь стояла такая, что от нее слепило глаза и выворачивался желудок, как будто она была смертельным ядом. Тучи кралого красной мошкары размером с песчинку не улучшали вид. Отмахиваясь от жужжащих насекомых, Скотти и Майлик приехали к самому крупному зданию. Оказалось, что оно стоит на берегу большой черной реки. Скотти решил, что здание – офис по сбору налогов за переезд по белому мосту через реку, наполненную черной бурлящей водой. Это был красивый, яркий и прочный мост. Скотти не сомневался, что мост построила его комиссия. Скотти постучал и дверь открыл невзрачного вида чиновник. «Входите, входите быстрее, закрывайте дверь, не пускайте мясных мух!» – крикнул он раздраженно. Скотти к уму Скотти содрогнулся. «Мясных мух? Они едят человеческую плоть? Если ты достаточно глуп, чтобы стоять на месте и ждать, пока они съедят тебя!» – закатил он в глаза солдат. Одно из его ушей было наполовину объедено. Скотти взглянул на других солдат и заметил, что их тоже погрызли. У одного из них совсем не было носа. «Ну, так что тебе здесь нужно?» – Скотти рассказал им, зачем приехал. «И добавил, что они поймают больше контрабандистов, если выйдут за пределы поселка. Лучше подумай о том, как перебрасывать через мост. Впрыгнул один из его собеседников. Начинается прилив. Если не поторопишься, то застрянешь в ней дня на четыре». Скотти показался это абсурдно. «Разве может быть мост, который уходит под воду во время полноводия?» – удивился он. Но, посмотрев в солдат в глаза, Скотти понял, что тот не шутит. Выйдя за пределы форта, он увидел, что обезумевшие от укусов насекомых лошади сорвались в привязи и несутся к лесу. Маслянистая, черная, речная вода уже подступала к настилу моста. Скотти подумал, что он совсем не против подождать четыре дня, но Майлик уже бежал по доскам. Скотти бросился за ним, задыхаясь. Сейчас он был не в лучшей форме. Впрочем, в хорошей форме он не был никогда. Коробка с документами оттягивала ему руки. На полпути он остановился, чтобы перевести дух. И вдруг обнаружил, что не может двинуться с места. Его ноги прилипли к мосту. Черная жижа, которая текла в реке, была густой и крепко приклеила ноги Скотти к доскам. Скотти пришел в ужас. Он поднял голову и увидел, как Майлик прыжками несет по мосту, приближаясь к зарослям камыша на другой стороне реки. На помощь, закричал Скотти. Я застрял. Майлик даже не обернулся. Я знаю, сэр. Вам нужно сбросить вес. Декума Скотти знал, что весить на пару-тройку фунтов больше, чем нужно. Он давно собирался начать есть меньше и больше заниматься физическими упражнениями. Но намерение сесть на диету вряд ли помогло бы ему в этих обстоятельствах. Нельзя было терять ни секунды. И независимо, Скотти осознал, что Редгард имел в виду коробку с документами. Ведь сам Майлик бросил все припасы, которые нес в салон. Вздохнув, Скотти бросил коробку в жижу и почувствовал, как доска под ним чуть-чуть приподнялась. Как раз достаточно, чтобы он смог освободиться. Перепуганный Скотти с невиданным проворством запрыгал вслед за Майликом, стараясь снова не попасть в черную жижу. Через 46 прыжков Декума Скотти бежал в залы росли камыша и оказался на твердой земле чернотопии. Позади себя он услышал булькающий звук. И мост, и коробка с важными документами комиссии скрылись под слоем черной жижи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...